Как получилось, что ты пришла работать в эту отрасль? Как тебя жизнь столкнулась с телекоммуникациями, с интернетом? С чего началось? Ну, началось так же, как и у первой компьютерной сети в России, с Курчатовского института. Ну, практически сразу после школы я пошла работать в Курчатовский институт, оператором ЭВМ. Ну, и вот оттуда как-то так вот плавно-плавно дело дошло и до Рилкома. То есть в начале 90-х появилась у нас первая компьютерная сеть, опять-таки на базе Курчатовского института и программистской группы Демоса. Вот зародилась компьютерная сеть, получившая название Рилком. Ну, и так, в общем-то, никуда не выходя, так сказать, за забор Курчатовского института, я плавно перешла с одного рабочего места на другое, оставаясь в том же здании и работая с теми же людьми. И, в общем, обстановка была очень комфортная и все было классно. А что ты делала там? Чем занималась? Даже как-то вот сложно разделить чем, потому что такое ощущение, что мы вот с коллегами, больше, наверное, даже друзьями, чем коллегами, поскольку мы до сих пор дружим, общаемся, мы занимались абсолютно всем, чем было нужно на том этапе. То есть это, ну, за исключением железок, вот чего мы не касались, это железо. А так, ну, в основном, конечно, это поддержка пользователей, ответы на вопросы, на письма, на звонки, это разработка документов, по которым мы же и работали, там договоры и всякие другие регламентирующие документы. Это и даже краешком бухгалтерия проходила через нас там. Ну, в общем, от всяких таких мелких и ежедневных рабочих моментов до каких-нибудь вот и серьезных, ну, вот как, например, общения с Всемирной организацией здравоохранения, с госком имуществом. Ну, и поскольку еще Рилком это был первый интернет-провайдер, соответственно, в разных городах открывали узлы. То есть мы, в нашу задачу входила консультация людей, которые в то время хотели подключиться к интернету, звонили к нам, спрашивали, а вот я там из такого-то города, как я могу подключиться? Ну, понятно, до Москвы далеко. Значит, наша задача была подыскать этому человеку поближе где-то, вот территориально к нему узел связи, куда он мог бы подключиться. Но тут без конфузов, конечно, не обходилось, потому что географию в школе изучали уже давно, и были такие нелепицы, когда человеку, допустим, звонившему из Норильска, мы предлагали подключиться в Новосибирске. Ну, а что там, в общем-то, не так далеко? Ну, кончилось это тем, что вот после нескольких таких хляпов мы купили огромную карту России, повесили на стене, установили флажочки, где у нас узлы. И тогда уже при каждом звоночке, прежде чем сказать человеку, куда ему нужно обратиться и дать контакты этого узла, подходили, тщательно изучали, что там у нас поближе. Ага, вот это, вот это, вот это. Ну, так примерно, просто я не... А кроме вот такого курьезного момента, связанного с географией, что-нибудь из каких-то общих таких историй можешь вспомнить? Из общих? Забавного, интересного. Забавного, интересного. Вот событие, которое неизгладимый след оставил. Наверное, в памяти всех людей, которые работали в Релкоме, потому что это было... Да, наверное, даже не только тех людей, которые работали, но и кто был пользователями вот по ЮЭСиПи. Ну, помнишь, да, что электронная почта? Да, помнишь, что электронная почта когда-то была совсем не такая, как сейчас. Вот, но зато не было вирусов. Практически. Так вот, первая встреча со спамом, когда весь Релком стоял на ушах, потому что нам начали звонить, да что ж такое за безобразие, да вот мы тут, к нам письма приходят пачками, да что... А текст один, Релком руляс. Ну, шикарно же. Но мы об этом ни сном, ни духом. А разбираться надо, потому что народ возмущается, вы что там себя так восхваляете и прочее. Но стали разбираться чего, как. Ну, в результате выяснили, что эту рассылочку устроил отрок лет 13. Ну, он так... Ну, я думаю, что он сейчас вообще, если не суперхакер, ну, в общем, он освоил хорошо в то время еще и в своем вот возрасте возможности электронной почты и сделал огромнейшую рассылку. Вот, после того, как это, значит, источник-то нашли, ну, позвонили по телефону, разговаривали с мамой. Мама в панике на следующий день прибежала к нам в офис. Ой, а что, а как теперь будет? Ну, в общем, она настолько сильно волновалась и так перепугалась, что тут уже, ну, забыв все, чего мы хотели сказать, мы начали ее успокаивать. Говорит, да что вы, ну, все нормально, да не волнуйтесь, все хорошо. Ну, в общем, в результате она говорит, ну, что же мне теперь делать-то? Ну, чего, придете домой на горох и гугл, что делать-то? Ну, в общем, вот такая вот история у нас была. Что для тебя была координационная группа «Домен.ру» и «Роснирус»? Ой, это для меня было, ну, я не знаю, небожители, это как вот люди откуда-то оттуда. Вот мы вот здесь вот варимся в своем котле, что мы тут делаем, что это, а вот там вот где-то, вот там же решается все вот, вот оно такое вот глобальное, все такое волшебное. Ну, мы тут вот, ну, работу работаем, работаем, а так все там где-то. Ну, интересно было, конечно, приобщиться, посмотреть, как-то поближе вот с этим совсем столкнуться. Ну, это так далеко было. Ну, ты потом столкнулась. Да. А вот расскажи, чем ты занималась, будучи экспертом координационного центра, когда тебя приглашали в работу в разнообразные рабочие группы, с чем интересным ты столкнулась? Как тебе увиделись те самые небожители, которые принимали решение? Нет, ну, как? Ну, сейчас сложно, конечно, вспомнить вот те эмоции, те ощущения, что были. Ну, да, были вот рабочие группы, куда приглашали, но, собственно, теперь я, можно сказать, тем же самым, только немножечко с другой стороны этим занимаюсь, но, по сути-то, мало чего изменилось. И до этого все равно я работала с документами, мы что-то там вырабатывали, какие-то правила, какие-то вот инструкции, но здесь, по сути, вот даже там подготовка к запуску РФ, там какие-то вот разрабатывались документы, оно все в общих чертах, оно было, ну, наверное, таким же привычным, но при этом с элементами чего-то вот нового, что нужно было познавать, в чем надо было разбираться. Вот в этом, пожалуй, наибольший интерес. Как эксперта, ну, не знаю, как эксперта, я себя и сейчас-то не ощущаю, но просто это моя повседневная жизнь, это моя работа, это какое-то вот супер-пупер там достижение, но не считаю я это. Как тебе удается вот на протяжении стольких лет профессионально общаться с пользователями, с профессионалами рынка, да, с регистраторами, и при этом сохранять вот такое чувство, можно сказать, доброты ко всем, участия? Что тебя держит? Что тебе помогает? Ну, наверное, вот то, с чего ты начал, профессионализм, потому что, ну, я так чувствую. Я не могу сказать, что это вот именно то, что там зазубренно как-то выучено, как-то вот, ну, подготовленное, что вот нужно говорить именно так, а не так, ну, вот это не оно, потому что в каждом случае приходится сначала услышать человека, который обращается, неважно, пользователь или кто-то вот из коллег, чтобы уже вот, слыша его, понимать, что отвечать, а не простые там какие-то прописные истины, что это должно быть так, это так, это так. Ну, везде есть исключения, поэтому всегда нужно как-то подходить очень, ну, помимо того, что ответственно, потому что понимаешь, что за твоей спиной каце, и уже как-то вот размахивать такими тезисами, что типа надо так и только так, вот уже не, ну, нельзя себе позволить. вот, поэтому, ну, вот исключительно прислушиваясь и опять-таки копаясь там в своем прошлом, какой-то опыт выуживать нужные слова и нужные знания, но не без этого. Очень хорошо, мастер-класса Любови Ведановой. Нет, ну, главное слышать и желание слышать. Слушать и слышать того, кто к тебе обращается. Понятно. Скажи, пожалуйста, что для тебя важно в твоей работе, вот в твоем ежедневном труде, что отличает от, вот, именно вот тот, чем ты занимаешься, от любой другой деятельности, которую ты в своей жизни встречала? От любой другой деятельности? Да. А я в своей жизни другой деятельности особо не встречала. В чем вот эта изюминка твоей работы в КЦ, что ты не променяешь ни на что? Да, это, конечно, некажезный вопрос, но он очень такой объемный, что я бы это все ни на что не променяла, потому что мне каждый момент он по-своему интересен. И что-то вот каждый раз новое, даже в хорошо известном открываешь вдруг новое, ну, это же классно, скажи. Вот, и вот это вот общение с людьми, которое только увеличивается, потому что к нам все больше и больше народу обращается, новые какие-то отношения, вот, завязываются там на форумах, на встречах, на тех мероприятиях, которые КЦ организуют. вот, и, в общем, все это как-то вот накапливается, и все, и при этом мало, и хочется еще, еще, еще общения с интересными людьми. И, конечно, счастье, что у нас сложился такой прекрасный коллектив КЦ. Вот, для меня очень сложно менять рабочие места. Я, получается, что я за всю свою жизнь, наверное, поменяла, вот, так глобально. Это вот три организации на протяжении многих лет. Вот, поэтому вот сложно привыкать как-то адаптироваться в новом коллективе. Но, по счастью, мне повезло, потому что в каждый новый коллектив я входила, уже зная, куда я иду. Я была знакома с людьми, ну, специфика работы тут, она изначально такое ощущение, что с первых шагов. Вот, ну, и в КЦ я пришла тоже для меня. Незнакомых людей здесь, наверное, практически не было. Поэтому в этом отношении мне было легко, мне было комфортно. И вот все это, менять на что-то еще не хочу. Мне нравится. Ты пришла работать в Координационном центре, когда запускался Дальмин РФ. Да. Может быть, какие-то, вот даже, может, мы про курьезы, может быть, вспомним, поговорим, а какие-то эмоциональные моменты запомнились тебе с того прихода? Вот ты начала работать в Координационном центре как штатный постоянный сотрудник, примерно занималась тем же, что и раньше, что и сейчас, да, работать с клиентами, с пользователями, с регистраторами, в нашем случае, участвовать в разработке документов. А вот эмоционально, каково тебе было воспринимать Дальмин РФ? Безусловно, проект, но вот как-то вот из серии, а что, неужели это возможно? Вот, поэтому, когда, ну да, писали документы, ну да, там вот уже прошла регистрация для госорганов, там, ну вот, спецрегистрация, назовем ее так. Вот, и готовилась открытая регистрация, ну там вроде все шло нормально, но все равно, вот этот вот первый день запуска открытой регистрации, ну я не знаю, как запуск ракеты, что ли, вот событие, которого ждешь, на него эмоционально настраиваешься, в мозгах раздрай, взлетит, не взлетит, а если взлетит, как полетит, и вот это вот все на эмоциях, и когда оно свершилось, и оказалось там час, полет нормальный, два часа, полет нормальный, и до момента счетчик этот, эстетизм, да, все эти данные тогда давали, и вот этот вот счетчик там 10, 100, до скольких тогда, вот я не помню, ну в общем-то до высоких цифр в первый день дошли, что это прям вот был как, ну, снег на голову, я не знаю, ну в общем, такой вот шок, что надо же, вот оно случилось, оно свершилось, оно полетело, оно не заломалось, и понимаешь, что не заломалось, потому что, в общем-то, грамотно все это дело было спланировано, и люди все отработали четко, но и когда понимаешь, что ты в нем тоже поучаствовал в этом процессе, и такая вот гордость, ну в общем, есть от чего повысить свою самооценку. Для тебя отличается глобальный большой интернет от нашего Рунета. Разделяешь ли ты вообще сеть? Или для тебя все это едино? Нет, вот не разделяю. Я вообще не... Ну, сейчас скажу крамольное, но я вообще не очень понимаю, что такое интернет, и как его можно разделить между странами и народами. Это вот как воздух, он везде и для всех. Им только вот бери и пользуйся, но не порти. Вот и с интернетом тоже так. Очень хочется, чтобы наш воздух, интернет был чистым, чтобы как можно меньше там было всяких гадостей, мошенничества, всякого зловредства. Поэтому, собственно, мы с тобой и работаем здесь, чтобы хоть как-то там на это дело влиять вместе с соответствующими компетентными организациями, вместе с нашими регистраторами. Ну, в общем, по мере силы, по мере возможностей. 20 лет назад появился Координационный центр. Были одни тенденции в развитии доминов. Там достаточно быстрый рост, прирост домина РУ был большой, то есть там несколько лет и миллион, потом несколько лет и сразу там 3 миллиона, потом 5 миллионов. А сейчас некое замедление. По твоим ощущениям, по твоим взглядам, какова вообще перспектива как таковых доменных имен? Нужны ли они будут в будущем? Какое их место в общей жизни? Ожидает ли нас еще один какой-нибудь быстрый рост рынка? Ну вот насчет быстрого роста что-то у меня большие сомнения. Я думаю, что мы вот вышли на какой-то рубеж, когда уже, ну, все равно это будет развиваться, но это плавно. Может быть, опять будут какие-то взлеты и падения, но не без этого, в общем-то, отрасли периодически лихорадят. Поэтому бывает всякое. Но наша задача сделать наиболее, ну, чтобы это, вернее, чтобы это было наименее болезненно для отрасли. Вот все вот эти какие-то перемены, переходы, там, изменения какие-то глобальные, включая вот всякие внешние воздействия. Ну и при этом сохранить отрасли на должном уровне. Не знаю, а с тенденциями... Что ты там про тенденции спросил? Ну, тенденции. Куда в будущем все это стремится? Какое место доменов в ближайшем будущем? Или отдаленном, на твой взгляд? А вот, не знаю, у меня такое ощущение, что вот по всем вот форумам, которые там тот же самый вот Риф и Кейп, там, где мы стояли на стойках и проводили конкурсы со школьниками, там, с подростками. В общем-то, к сожалению, для многих из них вот понятие домен очень где-то там далеко-далеко. Хотя, в общем-то, вот непосредственно в интернете они вроде бы как, вот как говорят, секут. Но, наверное, доменная часть и вот все эти там интернет-игры и все возможности интернет-общения, они не связаны вот сильно, накрепко между собой. И очень даже может быть, что это какие-то вот параллельные миры, что ли. Не знаю. Но очень хочется верить, что у доменной сферы все-таки есть перспективы долгосрочные и доменные будут всегда. Представь себе, что мы с тобой встретимся через 10 лет, будем записывать новое интервью, приуроченное к 30-летию Координационного Центра. Здорово. Как ты себе представляешь то будущее? Что будет происходить? Какие-то, может быть, новые вещи, какая-нибудь фантастика будет вокруг нас? Как тебе это видится? А мы потом через 30 лет сравним. Жора, мне это видится, что это наступит чуть ли не послезавтра. Потому что сейчас такой бешеный темп, что вот то, что казалось там в детстве, в юности, что ой, до этого еще столько времени, тут я вообще об этом думать не хочу. Сейчас вот раз, раз уже 5 лет, 10 лет. Вот как от винта. Поэтому то, что ты сказала, встретимся через 10 лет и посмотрим, чего и как. Ну, я не жду существенных изменений за это время. Я очень надеюсь, что мы, ну, может быть, в другом здании, ну, может быть, и даже в этом, в этом кабинете мы будем на эту тему разговаривать. И также с тем же самым практически результатом, что мы любим наши КЦ, что нам очень нравится здесь работать и какие вот интересные моменты встречаются по работе. И с какими замечательными людьми мы работаем. Ну, существенных каких-то глобальных, ну, не знаю, и страшно думать. Хочется, чтобы было все здорово. Ну, учитывая вот эту вот всеобщую цифровизацию, иногда становится страшно. Как бы чего не наломать. Ну, не мы. Нам бы наша задача поддержать, поправить. Чтобы не сломалось. Чтобы это все продолжало нормально существовать и именно во благо, а не во вред человека. Ну что ж, спасибо большое, что ты пришла. Спасибо большое за беседу. Спасибо, что позвали. Вот с вами Координационный Центр. И у нас серия видеоинтервью, привороченных к 20-летию Координационного Центра. Оставайтесь с нами. Всем пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok